Бесноватый реагирует на любую святыню. Геронда, а как можно понять, что с человеком? Беснование или душевное заболевание? Это может понять даже простой благоговейный врач. Люди, страдающие от беса, приближаясь к святыне, возбуждаются, их начинает трясти. Отсюда совершенно ясно видно, что в них бес. Если предлагаешь таким людям выпить немного святой воды или хочешь перекрестить их святыми мощами, то они противятся, потому что благодать Божия стесняет бесов, находящихся у них внутри. А если люди страдают какой-то душевной болезнью, они совсем не противятся святыне. Бесноватые беспокоятся, их начинает трясти, даже если ты просто приближаешься к ним, имея на себе крест. Однажды я пришел на всеночное бдение в один святогорский монастырь. Братья монастыря сказали мне, что у них есть помысел о том, что один из пришедших в монастырь паломников одержим нечистым духом. Я сел в стасидию рядом с этим человеком и дотронулся до него своим крестом, в который вставлена частица чеснага-древа креста Господня. Одержимый затряд все вскочил и ушел в дальний угол храма. Когда народ после бдения разошелся, я аккуратно, по-доброму пытался с ним заговорить. Но снова повторилось то же самое. И я понял, что этот человек действительно одержим. Иногда ко мне в Каливу привозят детей и говорят, что они одержимы бесом. Иногда, для того, чтобы понять, действительно ли это так, я беру частицу мощей святого Арсения Каппадокийского и зажимаю ее в ладонь. И вы бы только видели, обе мои руки сжаты, однако если ребенок одержим нечистым духом, он в страхе глядит на ту руку, в которой скрыта частица святых мощей. А вот если у ребенка нет никакого беснования, но он просто страдает какой-то, к примеру, болезнью мозга, то он совсем не реагирует на мощи, не противится им. А иногда я даю детям воду, в которую предварительно погружаю частицу святых мощей. Но если в детях бес, то они эту воду не пьют, убегают. Однажды ко мне принесли одного бесноватого малыша. Сначала я как следует накормил его сладостями, чтобы распалить его жажду, а потом принес водички от святых мощей. — Нашему Янакису, — сказал я, — я дам попить водичку повкуснее, чем другим. Отпив чуть-чуть этой воды, малыш начал кричать. — Эта вода меня сжет, что в ней? — Ничего в ней нет, — ответил я. — Что ты со мной делаешь? Она меня сжет! — кричал несчастный малыш. — Она не тебя сжет, — сказал я. — Она сжет кое-кого другого. Я начал крестить голову малыша, и его затрясло. Он впал в кризис беснования. Бес, находившийся в малыше, скрутил его тело. А помните того студента, который много лет назад приходил сюда, в монастырь? — Во мне живет бес, — говорил он мне. — И он очень мучит меня. — Страдаю от этого беса, потому что, помимо всего, он вынуждает меня говорить разные гадости. Я дошел до отчаяния. Я чувствую, как он сдавливает меня изнутри, зажимает меня то здесь, то там. И несчастный юноша показывал на свой живот, на грудь, на ребра, на руки. Этот несчастный был очень чувствителен. Поэтому для того, чтобы его не ранить и утешить, я сказал. — Слушай-ка, да нет в тебе никакого беса. То, что происходит с тобой, — это внешнее бесовское воздействие. Когда мы зашли с ним в храм, я попросил находившихся там сестер молиться за несчастное Божие создание. Я сам зашел в алтарь, взял частицу мощей святого Арсения, вышел из алтаря, приблизился к несчастному и снова спросил его. — Как в каком месте давит и мучает тебя бес? Как ты сам думаешь, где он сидит? Тут он показал мне на свои бока. — Где? — Здесь? — спросил я его и прикоснулся к нему святыми мощами. Ух, как же он тут завыл! Ты меня обжег! Ты меня обжег! Я не уйду! Не уйду! Он кричал, сквернословил, произносил разные мерзости. Тогда я начал творить про себя Иисусову молитву. — Господи Иисусе Христе! Господи Иисусе Христе! Изгони нечистого духа из Твоего создания! Молясь, я крестил несчастного святыми мощами. Это продолжалось около двадцати минут. Потом бес начал его трясти, повалил наземь и несчастный стал кататься по полу. Его костюм от пыли стал похож на половую тряпку. Мы поставили несчастного на ноги. Он трясся всем телом и резко, судорожно дергался. Для того, чтобы устоять на ногах, он держался за иконостас. Его руки покрылись холодной испариной, как роса на утренней траве. Вскоре бес вышел из него и несчастно успокоился. Он освободился от нечистого духа и сейчас жив, здоров и чувствует себя прекрасно.